Невероятную, но весьма сомнительную смекалку продемонстрировал некий 37-летний житель столицы. После очередного запоя и отпрыска за его воспитание взялся отец. Мужчина закрыл своего великовозрастного сына в квартире, мол, сиди и подумай. Но в четырех стенах узнику думалось плохо, поэтому был разработан план побега. С балкона экстремал планировал запрыгнуть на стоящее рядом дерево. А дабы на воле не скучать, арестант решил захватить с собой деньги из отцовского сейфа. Чем в итоге закончился отчаянный побег, знает Юрий Шевчук. Вот это улица, а вернее переулок Козлова, а вот это дом. А вот и балкон на четвертом этаже, с которого решил сбежать домашний арестант. Но обо всем по порядку. Посадить своего сына под замок отец решил после очередного запоя отпрыска. Строгий родитель закрыл его в квартире и попросил подумать о своем поведении. Парень пораскинул мозгами и не нашел ничего лучше, чем совершить дерзкий побег. Это тот самый балкон и дерево, на которое пытался допрыгнуть парень. Видно, что расстояние между ними не такое уж и маленькое. Но, видимо, тогда молодому горячему это было все равно уж очень сильно хотелось погулять. А дабы погулять было на что, беглец решил ограбить своего же отца. Злоумышленник взломал сейф и вытащил оттуда 7 тысяч долларов и 220 евро. Справедливости ради стоит сказать, что мужчина пытался выбраться через входную дверь. Даже повредил замок. Но все тщетно. Путь на свободу был лишь один. Мужчина попытался из окна балкона допрыгнуть до дерева, растущего вблизи дома. Однако упал и был доставлен с переломами различной степени тяжести в больницу скорой медицинской помощи. Деньги были изъяты при осмотре вещей. Сейчас изобретательный прыгун лежит на больничной койке и, видимо, разрабатывает новый план побега. На этот раз уже из тюрьмы. А туда отправиться, скорее всего, придется. За кражу денег отец написал на своего сына заявление в милицию. В настоящий момент в отношении него возбуждено уголовное дело. По статье кража ему грозит срок лишения свободы до 7 лет с конфискацией имущества, либо без конфискации имущества. Ранее за свою слабость к алкоголю мужчина уже не раз попадал в ЛТП. Но после возвращения всегда брался за старое. Что ж, быть может, на сей раз жесткие воспитательные меры отца наконец-то принесут свои результаты. Юрий Шевчук, Александр Каранкевич, Зона Х, Минск.